Общество воспринимает пристрастие женщин к алкоголю не как болезнь, а как постыдную привычку. Поэтому многие женщины скрывают свою зависимость. Родные терпят и не предпринимают никаких мер, стесняясь огласки и не обращаются к специалистам. Так произошло и с Доланой, которая не заметила, как алкогольная зависимость от веселых посиделок на кухне плавно перетекла до трехдневных запоев. Затяжные вот такие 2-3 дня и такое бывало. Но это уже, как объясняют врачи, это уже как втягивание в какую-то степень. Да, ну это, конечно, нежелательно, но все-таки спиртные напитки – это такой омут, который действительно как болото засасывает человека. Долана оправдывала свою зависимость тем, что от спиртного становится легко, как будто ее жизнь с выпитой рюмкой играла новыми красками. Несколько лет обещала себе, что бросит, пока однажды не отравилась суррогатом и не попала в больницу. Да, скорее всего, это самообман, я так думаю. Самообман, что вот, допустим, тебе сегодня грустно, выпьешь, это все забудется. Это какой-то самообман, облегчение какой-то участи, думаешь, так вот. А на самом деле, это, скажем так, проблему этим не решаешь, а просто втягиваешься. Потому что, когда выпьешь хорошо, вроде легко становится. А на самом деле проблемы не решаются. И, что немаловажно, очень портится здоровье. Как отмечают медики, женщины оправдывают свою зависимость скучной и рутинной жизнью. Причин тому очень много. Обычно у женщин развито правое полушарие, ответственное за эмоции. А потому причин возникновения женского алкоголизма обычно психологические. Например, это когда разводятся, когда идет потеря близкого человека. Особенно женщины тяжело переживают смерть своих детей. Также особенная группа риска – это домохозяйки, интересы которых исключительно на доме и семье. Как ни странно, но это самая уязвимая категория, подвиженная к женскому алкоголизму. По словам врачей республиканского наркодиспансера, в Туве за последние пару лет обратившихся к специалистам зависимых женщин стало больше, что говорит о желании излечиться от этой болезни. На протяжении длительного времени, когда женщина злоупотребляет алкоголем, формируются эмоциональные расстройства, формируются конфликты с окружающими. Соответственно, женщина теряет критику и себя страдающей именно наркологическим расстройством не считает. Для этого в первую очередь необходима помощь окружающих, понимание и достаточно хорошая мотивационная работа и своевременное обращение за специализированной медицинской помощью. Несмотря на устоявшиеся социальные нормы, не надо стыдиться зависимости от алкоголя, говорят врачи. Нужно бить тревогу, когда каждая посиделка с подругами, корпоративное мероприятие или встреча с зеленым змеем наедине заканчивается сильным опьянением. Также стоит запомнить, что нет смысла разговаривать с алкоголиком как со здоровым человеком. Он вас все равно не поймет. А поэтому помочь алкоголику справиться с проблемой смогут только врачи-профессионалы.